Под рождественской звездой собрались самые творческие студенты колледжа Ульяновской области. Фестиваль проходит второй год подряд и становится доброй традицией. Молодежь может не только продемонстрировать свои умения, но и вдохновиться на создание новых шедевров, узнать рождественские обычаи, а также обогатиться духовно. Фестиваль – это именно фестиваль, где ребята могут проявить свои таланты в различных сферах, на различных творческих площадках. Это и художественная мастерская, и музыкальная гостиная, и литературная творческая мастерская, и использование современных технологий, но виртуальных экскурсий в различные страны, где Рождество отмечается. Поэтому это такой большой фестиваль, но он такой светлый, не соревновательный. Участники фестиваля смогли нарисовать картины на тему Рождества, на литературной гостиной узнать больше о празднике и прочитать стихи. Спеть знаменитые рождественские песни в формате презентации отправится в виртуальное путешествие. Каждую зиму ребята со всех дворов приносят самодельные игрушки, а потом со специальной машины их вешают на елку, рассказывал дедушка внуку. Одна из площадок, которая погружает в атмосферу Рождества – литературная мастерская. Участники заранее написали рассказы о празднике и презентовали их перед зрителями. Описание семейных вечеров, свеч, гаданий и песен-колядок дарят зрителям улыбки и чувство тепла. Витал праздник в воздухе и на площадке по созданию рождественских открыток. Многообразие материалов способствует и полету фантазии. Очень интересно, очень много большого всего выбора, чем мы можем заниматься, что можем изобразить на нашей рождественской открытке. Задумка у меня связана как раз с Новым годом, который пришел, с годом кролика. Еще хочу добавить что-то в виде снежинок и ленточек. В этом году участниками стали не только студенты, но и преподаватели, которые поделились лучшими педагогическими практиками по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи. Фестиваль собрал на площадке педагогического колледжа около ста участников со всех средних профессиональных учреждений области. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.